Президент подписал федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. А накануне в Доме правительства Московской области состоялась пресс-конференция главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой и первого заместителя председателя Московской областной думы Никиты Чаплина. Темой общения с журналистами стали законодательные инициативы и борьба за чистоту в дачном секторе Подмосковья. Что касается нового закона, то с января 2019 года у дачников появятся новые права, а вот обязанности останутся практически неизменными. Садоводов и огородников, безусловно, порадуют тот факт, что вступительных взносов больше не будет. Кроме того, за садовые домики больше не придется платить налог. А в капитальных жилых домах, построенных на территории СНТ, можно будет прописываться. Обо всем этом на пресс-конференции рассказал Никита Чаплин. Только два вида взносов будет нашим садовым правительством Татьяны Витушевой. Первый взнос – это честный взнос, ежегодный взнос, который выкладывается в зависимости от решения правления правительства, сроки, которые они у нас будут. И сумма тоже определяется в пределении с вами на общих собраниях. Целеводность, целеводность вы принимаете там. Дорога использовалась на антонализацию применения, на свет провести что-то еще. О контроле за чистотой и порядком на территории СНТ и прилегающих территориях, который проводится в рамках двух спецопераций – «Дачники» и «Засада», рассказала Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что по результатам работы видна положительная динамика. За три последних года почти в два раза уменьшилось количество выявляемых нарушений. В сегодняшний день 11610 товарищей, которые регистрированы у нас в Москве. С начала дачного сезона, то есть с начала лета, инспекторами было проверено 870 товарищей. И выдано на сегодняшний день у нас уже 214 предупреждений, 215 штрафов, выявлено 290 нарушений. Общая сумма штрафа составляет 3,5 миллиона рублей. Она подчеркнула, что по результатам работы видна положительная динамика. За три последних года почти в два раза уменьшилось количество выявляемых нарушений в состоянии прилегающих к СНТ территорий. И в четыре раза, практически до нуля, снизилось количество товарищей без контейнерных площадок. Вместе с тем, на 14% по сравнению с прошлым годом выросло количество заключенных договоров на вывоз мусора. Сейчас этот показатель достигает 93%. Среди лидеров, в кавычках, по количеству нарушений и Ленинский район. Сусловно приоритетом нашей среди здравоохранения являются эти СНТ в этих районах. Поэтому лучше исполнять закон дешевле будет, чем мы не станем. К слову, в Ленинском районе инспекторы Госадмотехнадзора проверяют наличие договоров у жителей поселений. Так, рейды прошли уже в сельских поселениях Развилковская, Володарская, Молоковская. Сотрудники ведомства отметили, что благодаря рейдам число незаключивших договор уменьшается. Как показал рейд, то что не все собственники заключили договор. Данные собственники были вызваны нами в отдел территориальный для составления административных материалов и привлечения к административной ответственности. Также им будет выдано предписание, по которому они будут обязаны заключить договор на вывоз мусора. Большая часть жителей, которым были выданы уведомления, уже заключили договоры. Сейчас проверки проходят в Булатниковском сельском поселении и городском поселении Видное. Продолжение следует...